Привет интернет, с вами Илья, это наша игра день и техно тема. Сегодня я покажу небольшую, но очень привлекательную, качественную и интересную колонку от компании Harper Go Likey и поехали. Поставляется девайс у нас в такой компактной и приятной коробке, которая кстати так скажем увесистая. Открывается коробка тоже приятно, ну а внутри нас встречает конверт с проводами и бумажками, а также само собой колонка. Да, выполнена она в таком черном цвете, снизу можно заметить название бренда, ну и в принципе выглядит она очень даже годно. По материалам используется приятный на ощупь пластик, который кстати не маркий, это тоже круто. Сбоку есть специальное крепление, с помощью которого колонку мы уже можем к чему-нибудь зацепить, ну а с другой стороны спрятаны такие вот разъемы. Тут идет Type-C для зарядки, есть разъем для карты microSD и вход под AUX. Подключается соответственно колонка через AUX или Bluetooth и тут вы сами выбираете удобный для себя формат. Подключение происходит в принципе очень быстро, мы в настройках находим колонку и далее к ней коннектимся. А также из плюсов на колонке есть такие вот большие достаточно удобные кнопки управления, с помощью которых мы можем управлять всем звучанием. Нам доступна регулировка громкости управления треком, а также воспроизведением треков. Короче все удобно, плюс имеется индикация зарядки батареи, которая тоже очень полезна. По звуку могу сказать, что колонка звучит очень бодро, на удивление громко и четко, что опять же удивляет за счет ее небольшого размера. Тут кстати двое динамиков надоступно и мощность получается 16 ватт. Ну а примерно колонка звучит вот так. Короче ребят, на самом деле не передать конечно же это все через запись, вам самим нужно все это дело конечно же послушать. Но по моему впечатлению могу сказать, что звук очень достойный. Также из плюсов здесь есть защита от влаги и пыли, что тоже очень хорошо. И кстати тут идет защита IPX7 в целом, это очень бодро. В целом как итог могу сказать, что колонка клевая, маленькая, приятная, да и звучит хорошо, поэтому рекомендовать думаю можно. Ссылочка конечно же будет в описании, так что можете более подробно ознакомиться. Ну а так у микрофона был как всегда Илья и скоро вновь увидимся. До встречи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok